Это вторая часть рассказа Владимира Виноградова о службе в рядах Советской Армии. Нас ждут вспоминания о взлетах и падениях бойца Виноградова. Владимир Александрович поделится впечатлениями о выдающихся успехах в боевой и политической подготовке и последовавшем след за ними производством в чернорабочей авиации. Не дожидаясь создания конструкторского бюро, товарищ Виноградов лично приступил к постройке грузового автомобиля из двух канистр спирта и прочих подручных материалов, имеющих широкое хождение в военно-воздушных силах. Познав глубины угля и навоза, дважды сержант и дедушка советской военной авиации, уволенные в запас должности старшины роты, в конце концов заставил плакать свое командование, да и нашу съемочную группу тоже. Как и в первой части, ссылка на нее размещена в описании к этому видео, русский язык был сохранен во всем своем многообразии, поэтому отсадите, пожалуйста, детей подальше от ваших голубых экранов. Если вы отслужили как надо в рядах советской, российской или другой армии, сохранили теплые впечатления о том времени, не расстались с чувством юмора, хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможности прибыть в нашу студию в Москве, напишите, пожалуйста, по адресу на вашем экране. Уважаемые зрители, благодарю вас за своевременную помощь и хочу поделиться новостями. Первой на наш призыв о поддержке откликнулась российская компания РИК. Руководство компании приняло решение поучаствовать в долгосрочном финансировании работ над нашей видеопродукцией. Стало быть, новые материалы уже готовятся. Думаю, будет справедливо в качестве ответной меры всем нашим зрительским коллективам заглянуть на сайт и канал компании РИК. РИК поставляет отличные контейнеры по выгодной стоимости и делом поддерживает выпуск наших видеоматериалов. У нас приехал новый командир дивизии. Шефа моего, значит, он собирался ехать в Афганистан. И он сказал, поехали со мной, Вовчик. И как-то что-то в то время не как это, а интернациональный долг. Это был 84-й год. Врум. Апрель. Апрель 85-го года это был. Его переводили вот туда куда-то в Кабул. Ну, что-то с авиацией связано. Он говорит, поехали со мной, там будем в Кабуле, тыры-пыры. А мне осталось дадим, ну, читаясь, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, полгода. Ну, смысл мне туда ехать, да? Не то, что там зассал, скажем так. Не зассал, нет. Ну, я что-то так прикинул. Пока приедешь, пока уедешь, это все, надо как-то все привыкнуть. Понятно, что кто служил в авиации, в рукопашную не ходили. Ну, вот я смотрел же ваши эти выпуски, где вертолетчики рассказывали, особенно там истребители. Ну, что там? Понятно, что, я же опять вспомню, сколько кислородка должна подъехать, воздушка, масленка, спиртовоска, потом, что еще? Апашка тоже, ну, там машина тематьмущая. Понимаешь, раскачка какая-то у нас ТЗ-7,5 была. То есть, это только в телевизоре там, эй, а ГУшка еще там проверяет перед запуском все приборы. Там оружейник должен подъехать, там дорогие тематьмущие. И причем, ведь каждый расписывается, каждый, там все строго. То есть, я понимал, что ничего там такого великого страшного нету. Понятно, что все, опять же, вернемся, мне раз как-то спросили, слушка, а вот кто поехал, участвовал в боевых действиях где-то или там на войну? Они герои? Я говорю, они все герои. А почему? Ну, вот, например, он же там амбразору грудью не закрывал. Я говорю, слушка, а ты вот не представляешь, а там убивают всех. Там что-то с голубыми погонами, что с красными погонами, что с зелеными погонами. Ну, просто пуль-то дура, ей все равно. И национальность, и совершенно насрать. Понимаешь, в чем дело? И я почему-то всегда говорю, что вот все, кто был на территории, где проводятся боевые действия, и участвовал тем более в боевых действиях, даже пусть вот какой-то, а что страшного? Я говорю, да ничего. В принципе, страшно. Я говорю, вы были хоть раз в жизни под минометным обстрелом? Это вот, и там же, опять же, надо знать, как себя вести, как действовать, куда бежать, чего бежать. Как меня вот, маленькие сейчас отвлеклись. Вот первый у меня, вот первый, приехали мы 12 февраля в Грозный, да, и первый обстрел был, так, мы сели, мы пришли, вот в этот же вечер обстрел. Я приехал в Собинке, ты представляешь, я два дня назад был в Собинке, я только войну-то по телевизору видел, да, а вот когда взаправду, так, бух, и, представляешь, вот стена падает. То есть тебе хочется вот даже не мышкой, клопом даже хочется быть, чтобы куда-нибудь ты улезешь, а вот этого не видела. Потом, естественно, к этому начинаешь потихоньку привыкать. Ты уже привыкаешь, если нет обстрела, тебе как-то уже как-то это неправильно. Вот когда раз товарищ с рюкзаком полз, я говорю, подорвался он на растяжке, стена-то упала, прям натурально упала стена, ты представляешь. Вот мы вот там сидели, только поужинаем, встали, то шли, как, блядь, ёбань, да. Это вот такое дело. И поэтому я считаю, что вот кто, они все герои. Почему? Потому что ты настроился, что тебя убьют. Ты уже понимаешь, что тебя должны убить. Не факт, что тебя убьют. Но могут? Могут. Причём вот у меня, например, у папы сестра была, вот у неё муж, я уже имя отчество, вот не помню, я увидел это всего три раза, да. Ну, вот я понял, он разделся, и у него такая, видимо, дырища была, и у него кожа вся вот срослась. Я говорю, а что это такое? Он танкистом был, да. И он, как там, не знаю, корректировщик, в общем, залез в разбитый танк и оттуда корректировал стрелять эти снаряды. Он танкист был. И когда вот они вокруг-то, то есть, ну, пострелял, пострелял, там, патрон начинает кончаться. И вот он вызвал, то есть, вот, представляешь, он вызвал огонь на себя. По идее-то, то есть, ему орден Красного Боевого Красного Знамя дали, то есть, у него дырища была, представляешь, вот такая дырища, видимо, как то с кого-то. Там всё рвано у него. То есть, я, представляешь, там мальчишка мне 10 лет, я вот когда увидел, говорю, Павел, как ты его, фамилия у меня Серова была. Ну, Павел, по-моему, его звали, а фамилия точно Серова. И, представляешь, я говорю, а как? Он говорит, а вот так, Овка. Ну, или помереть. Я всегда, всегда удивляюсь. Ну, почему? Я вот никогда в плен не сдамся. Почему-то у меня это как-то вот, не знаю. Вот правда-правда. Вот или, причём застрелиться, это, наверное, нехорошо. Я вот, наверное, правда, все гранаты подорвал когда-нибудь, если вот такая ситуация была. Потому что вот, не знаю, вставать там на колени, чтобы там те чемурили, не знаю, не хочу. И он тоже рассказывал случай, он говорит, у нас чувака ранило, ему лень шло, идти было по окопу, дождик шёл, воды вот столько. Он просто вылез, причём в тылу был, до передовой было километров 5 или 6, там, ну, большое расстояние. И причём стояли в лесу, и просто есть такая штука, обстрелы по квадратам. То есть, не именно вот там стоит какая-нибудь часть, а просто по квадратам обстреливают. И вот такой шальной солдат залетел, убил чувака, голову уторвало. Ну, там, Сашка, пошли лучше, да нахер, никто нас не убьёт, мы в лесу, да? То есть, вылез с окопа, и как раз разрыв, то есть, выстрел прилетел, взрыв башку уторвал. Так он герой, не герой? Я считаю, что герой. Ну, он же умер, погиб. Если бы он не пошёл на войну, я уже не убил его? Вот у нас, для примера, там, вырежешь, или как чё здесь, у нас, для примера, вот Собинского пацана убили, во второй день он приехал в Чечню, в командировку. Он ничего не сделал, у него даже автомата не было. Он ехал на санитарке, на машинке, Лёха. Там крест после мой сделали, ездила туда. Просто его погрузили две бочки с бензином, четыре кровати, и там, ну, санитарка с красным крестом. Ну, вылез товарищ Баджахет, скажем так, и за рыком, и творожка в него всадил. Ну, вот это, там, ты вот увидел бы у вас, ну, вот на каждом сантиметре там дырка. То есть, он вот в решеток. Ну, и, естественно, Лёха. А Лёха пришёл ко мне перед командировкой, да, я как раз в первой командировке приехал, он, дай его, дай мне разгрузку. Ну, вот я вот хочу на войну, а ты, говорю, созрел, чтобы помирить-то, а что там убивает, что ли, как же там война. И вот он, представляешь, он уехал, через день там звонит, что надо Лёху забирать, Лёха погиб. Вот и всё. Поэтому на это тоже, вот я вот всё слушал этого, я его тоже прекрасно понимаю, потому что умирать-то никому не хочется. Но до какого-то предела вот ты доходишь, и тебе уже становится не то, что всё равно, а надо как-то это, чтобы тебя запомнили те, которые тебя убивать собираются. Понимаешь, чем я делал это? Ну, вот так. Ну, это надо пройти. Вот я думаю, что мужикам надо пройти. Почему? Потому что одно дело вот на клавиатуре вот тут сидеть писать, да я бы, да я бы. Как кто-то у меня пишет, там, крыса тыловая. А без крыс тыловых очень плохо, между прочим. Я не хвалюсь, что понятно, что мы не на пердовой, но вот у меня за вторую командировку 47 колонн у меня. Причём только одна с боевым хранением. Вот я сейчас смотрю, вот там долбят колонны тыловые-то, причём, а там с окошечком открытым, но на руке? Не. А я просто это вопрос решал. Я просто пришёл к чеченским товарищам, сказал, братцы, поедем. Что ты нам дашь? Вот там масло-коробку сливочного. А может там пулемёт автомат или там оружие? Я говорю, не, не, братцы. Масло дам, могу муки дать. Всё, садишься с чеченским товарищем, в бок ему ствол и поехали. И говоришь, вот сейчас, если вдруг, ты будешь первым. Понятно, что меня тоже. И всё. Но все сыты, всё одеты, все приоружии, грубо говоря, с патронами, всё, все поехали на зачистку. У них есть и тренога, как и бензинчик, и паяли лампу, не могут себе покушать сделать. То есть тыл тоже большое дело. Я не говорю, что я там великий и невеликий, но я ещё говорю, вот ни одного ранено даже в мою командировку не было. А была ситуация, что, как товарищи сказали чеченцы, ну, у вас будут завтра покойники. А они, между прочим, слов на ветер не бросают. Ну, там нехорошая ситуация была. Наш командир немного начудил со старейшиной. А самые первые мальчишки мои водители, которые развозят всех по блокпостам, а убивают кого первого на войне? Водители. Водители убей, всё, трубай, делай всё, что хочешь. Хоть на танке, хоть на батареи, хоть на машине. Стекло держит, по-моему, два выстрела снайперских. А если в одно место, то второй-то уже будет твой. Вот на сну в ралках стоят такие стекла толстые, она, ну, трещина. Второй-то раз уже, а уж третий раз, если валят. А если очередь из пулемёта, пулемёт пока будет здоров. Ну, мы сейчас про армию, да? И вот, я говорю, полтора месяца, и всё, я влился в коллектив. То есть, товарищи татары поняли, что не надо ко мне приставать, ответка будет. Потом товарищи старослужащие поняли, что что шутил, он сам шутник, да? Вот, потом, и всё пошло-поехало. Потом команда, так сказать, посмотрела, какой я молодец. То есть, машинка у меня всегда была чистенькая, я всегда был побритый, красивый, симпатичный. Да, и есть, кстати, видео, там любая песня поёт, альбом такой у меня там есть. Вот. Я всегда был чистенький, опрятненький. А что ещё командир у нас? И машина всегда исправна. Вот про побривку, скажите, пожалуйста, чем брились? Брились не вой, но это по духамане, да? Ну, тоже, да, время пришло, бриться баня. Я просто, ну, ты дух, я же тебе расскажу, тут шапку-то, грубо говоря, с этим шинели уперли. Какой у тебя там, это сейчас вот там одноразовые станки, не одноразовые, джилеты, не джилеты, пенка, не пенка. А сейчас в армии служат, у меня, он у соседа у Серёги, сын служил, у них там суббота с киседем уход, ну, и мама с папой приезжали, шашлыки, прям там шашлычки сделал, жарили шашлыки, всё, труба. Тогда этого не было, конечно. Но, если честно сказать, всё это и было. Главное знать, где и чего взять, да? У меня, видимо, это тыловое позже развилось, а как развилось, потому что всем всё надо, да? Мы же всё равно, вот, так сказать, общество потребления, да? Ну, вот, пришла баня. Бриться. Это я сейчас тебе скажу. Ой, Михаил, я только позавчера брился, ты скажешь, ну, брился и брился, а там же в стройку станешь небритый. Ну, по лицу, конечно, не получишь от родного, но если даже подзатыльник у нас давал Михаил Иванович, ну, не кувалда, скажем так, ну, почти кувалда, причём он так слегка шутя, и уже не хочется тебе это дело получать. Ну, тоже ведь ты же приходишь и спрашиваешь у него чего-то, да? Ну, там, разрешите я там то-то, разрешите то-то. Ну, хочется ведь сходить и в этот, как его, и в увольнение сходить, да? То есть, ну, опять, человеческие отношения, ну, притерка, скажем так, да? Вот, поэтому бриться, повезли нас в баню. Чем бриться? А раньше было спутник, это из хорошего такого железа сделано, а была ещё Нева. Ну, Нева так Нева. А нас духов-то там, ну, да, вот, 15, что ли, в нашей троте было. А там же никто не спрашивает, есть или нет, если баня, значит, бриться. Кто-то говорил, нету чем бриться, берёте вафельное полотенце и долго-долго трёте, и всё будет гладко. Ну, всё, не нашли, то есть, нам не дали, а мы там в баню-то пришли, всё равно где-то там на полочках, на окошках. Ну, там, станок какой-то не очень хороший, ну, как, пены, естественно, нету, как это, естественно, кисточки ничего нету, ну, армия там, ну, понятно, что щетина уже не такая, не как проволока, но всё равно щетина. Ну, и всё, мыльца, какое зеркальце, нет никакого зеркальца, и вот так на ощупь, ну, я понимаю, что покойника даже не стали бы брить этот Невой, да, который на окошке, она ещё и ржавая, да? Ну, раз побрился, потом, то есть, ну, первый раз он брился, ну, да, тут порезался, тут порезался, тут чё-то там, естественно, какой деколон, никакого деколона, уже понял, что можно намылиться, подождать две минуты, потом смыться тихонечко, да? То есть, первая помывка, ну, это как всё в первый раз, да? Потом уже следующие бани, ты уже начинаешь понимать, что, а может у кого-то спросить, всё-таки деньги там давали, 3,50, естественно, конечно, как деньги никто у нас не набирал, Ну, просто там старослужащие попросили, когда нас в рот-то привели, там, стригли, типа, оплата за стрижку, там, ну, что у тебя там было, то и было, потому что все прекрасно всё понимали, и мы пропили деньги до того, как мы прибыли, там осталось рубль-два, чтобы погода-то не сделала. А потом уже, а у тебя есть, а у тебя есть, а у тебя нет, опять же, вначале я тебе рассказывал, что мы на гитаре играли, все ведь старослужащие любят эти все страдальческие песни, то есть, у меня вот есть, я на канале, можешь посмотреть, там, снова на машинах нас везут, да? Понятно, что мы не в десанте служили, но она такая душедораздирающаяся, снова на машинах, но я её пел, то есть, по духовмане я её пел, наверное, ой, за вечер-то, ну, раз 10-то точно, а если какой-то был день рождения, праздник, и старослужащие немного выпивали спирта, в авиации спирта было, там, река течёт, да? Особенно, если у тебя знакомый технарей с авиатычи, то есть, с авиатычи, авиатычи-то где ремонтируют самолёты, то или на ГСМ есть свои люди, то ты его из чистенького спирта махнёшь, а поскольку мы возили, уже после этого возили, значит, руководство дивизии, то в каждой машинке обязательно литровая, то есть, это фляжка-то литра, по-моему, да, вообще фляжечка со спиртом чистым причём, сюда лежала на всякий случай, а вдруг случай в подвале, да, вот, ну и всё, а потом вторая баня уже как-то, ну, я не скажу, что подружился, ну, просто, ну, кто полгода служил, а где взять, ну, хотя бы не буду новую, ну, вот там-то спроси вот там у этого, спроси у этого, а потом как-то деньги появляются, ну, я не знаю, это всё быстро налаживается-то, это как, хочешь покушать, да, это вот как, иди, сходи в столовую и принеси нам жареные картошки, то ты приблизительно знаешь, ну, то есть, ты знаешь, вот это столовая, а куда идти за картошкой, да, ну, раз ты пришёл за картошкой, потом тебя посылают картошку чистить, ты уже начинаешь знакомиться, как ты познакомился с поваром, ну, если, там, повар доволен, как ты картошку почистил, естественно, ты можешь спросить чего-то, то опять же, я говорю, Серёгу маленькому надо, вот он бы это всё рассказывал, а где взять, а сначала надо дать, вот у неё любимая фраза, я помню, как это, ну, мы же христиане, да, а в чине-то были, там же, это, мусульмане, ну, я говорю, Серёга, а что дядь какой-то в челоме ходил, кореш мой, ну, ла местный, да как ты с ним познакомился, да просто подъехал, сказал, ты не нальёшь мне бензинчик, мне вот надо в Грозный съездить, то есть, он с Муловой сначала подружился, Мула там своим сказал, что эти мальчишки нормальные, ведь, ну, всем хочется жить, и всем хочется жить нормально, да, ну, то есть, без великих проблем. Ну, как тебе сказать, армия, вот эти, мне вся ассоциация, это государство, только маленькое, то есть, вот как у меня в Бурляндии страна, я, например, президент, Татьяна Фёровна у меня премьер-министр, да, то есть, если президент нормальный, то есть, и премьер-министр нормальный, а если премьер-министр нормальный, значит, и, значит, подданным будет хорошо, да, вот, понимаешь, и там такая же система, то есть, потом, ну, вот, если опять перескочим, когда меня за мои, значит, достижения в боевой политической подготовке разжаловали, и отправили, например, в находку, в поселок Золотая доля, у нас там полка стояла, да, Су-15 у нас были, вот, в аэродром ассоциационный рот, то есть, ну, как тебе сказать, это, ну, не дно авиации, я бы сказал, даже чернорабочие, это самая грязная работа, вот, в авиации, это вот как раз аэродром ассоциационный рот, это битум, там, цементы, ну, это люди, которые содержат аэродром, да, вот там, как, да, ты говорил, да, там, от винта и полетел, не-не-не, аэродром не готовый, это, там, швы между плит, там, например, значит, в рабочих карманах этих рулежки с ТЗ, в общем, это целый, ну, живой организм, понимаешь, в чем дело-то, но это самые, так сказать, ну, самая грязная работа такая, да, то есть, это не чмошники, это вот без них, ну, где-то звали битумщики, где-то там, я не знаю, ну, по-разному звали аэродром рот, но без аэродром рот никуда, понимаешь, в чем дело, вот, ну, вот, тебя послужил, отправили, ну, я там две недели походил, не знали, что со мной делал, потому что я был дембель уже, да, то есть, дед, 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 дембель, дембель, когда приказ вышел, дед был, то есть, полтора года служил, ну, что ты со мной делаешь, иди, вот эти, ну, образно говоря, да, но там тоже меня попытался, комбат почморить, да, когда меня услали, то есть, опять, надо себе поставить в коллективе, да, вот тебе рассказываю, опять живой пример, то есть, я уже дед, я, значит, уже служивший полтора года в штабе дивизии, повозивший командира дивизии, замкомандира дивизии, там, такого-то генерала Язова, как тебя видел, я ему китель его парадный возил, он же у нас был командующим округом, он же, оказывается, в Германии был, из Германии у нас был, Иван Мессеевич Тритек у нас был, куда меня призвали в армию, Иван Мессеевич Тритек у нас был командующим гражданоменом для Восточного военного округа, потом, значит, Иван Мессеевич и поменял Язов, ну, естественно, на владение надо посмотреть, а мы самый ближайший военный аэродром к Владивостоку, и такие большие начальники к нам прилетают, то есть, за 25,5 километров аэродром Владивостовский, там Ту-16 еще стояли, морская авиация, ну, естественно, гражданские, они там, а вот самые ближайшие мы были, и все прилетали к нам, то есть, поскольку встречает, значит, ну, наша дивизия, на нашей дивизии садятся, то есть, наша Волга всегда стояла вот здесь, самая первая, я выходил, чик, все, и тут меня, значит, опять за выдающиеся достижения отправили в находку, ну, я приехал, со мной никто не делает, ничего не знает, что со мной делать-то? И ко мне подходит ротный, говорит, слушай-ка, ну, понятно, что ты на Волге ездил, там, на УАЗике, ну, ты учился-то все равно на грузовой, я говорю, да? Он говорит, давай, это Мищенко Михаил Иванович, командир рота, а давай краску соберем, а отремонтируем, я говорю, как-то, ну, подсоберем маленько, ну, давайте. И ведет меня в чермет, представляете, стоят три бочки, на трех бочках лежит рама, я говорю, а машина-то где? Вот, я говорю, как же тут ни колес, ни мостов, ни коробок, ни моторов, вообще, это только рама. Ну, команда поступила, надо угли возить, а у нас в части нет самосвала, ну, вот комбат мне сказал, надо самосвальчик придумать. Я говорю, и? Ну, придумаешь что-нибудь-то, все равно тебе полгода еще что-то делать надо. Я говорю, что, полгода собираешь? Он говорит, ну, как, соображалка будет работать. Я говорю, ну, так, этому нужны материальные ценности, чтобы я это как-то нашел. Он говорит, ну, дам эти две канистры спирта. И вот он мне дал две канистры 20-литровых спирта, и пошел я, так сказать, искать. У нас рулежку новую строили эти ижбатовцы, то есть погоны у них голубые, только инженерный батальон, деньги им за это не платили. У них были кразы, 257-е бортовые борта сняты, они плиты на них эти, аэродромные возили. Ну, если есть краз, значит, у них есть коробка, есть мост и все остальное. Ну, к водителям подошел сначала к солдатику, ля-ля-ля, типа, ля. Потому что я все-таки дед был. Ну, у меня был, так сказать, свободный выход, куда хочешь. Ну, договорился с прапорщиком, что вот немного спирта, если вот две таких емкости принесу, а можно коробочку у вас какую-то, даже если сломанную, думаете, а все равно же все же ломается. Ну, сломался там мотор, например, как раз же стоит, но у нее есть коробка. Ну, если ты старую принесешь, а у меня был земляк Ванька тоже, Ванька-Ванька, фамилии не помню, а он сержантом был и заведовал автотычью, где машины ремонтировали. Ну, я к нему, ну, опять же, как маленький, говорит, сначала ты дай, а потом зайдешь и спросишь, а у тебя нет случайно? Тебе же уже привод, знаете, что ты дашь? Ну, к Ване пришел. Ваня сказал, да сейчас найдем. В коробку эти шестеренки накидали. Я говорю, товарищ прапорщик, годится. Вот тебе коробка, вот тебе раздатка. Так появился у меня мост, потом с кислородкой и с воздушки, там, со станции мне дали мотор, Ямз-238, мы его поставили. Потом Ванька познакомил с мужиком, с этих связиста рядом стоял отдельный батальон-связи, я под находкой служил. Мне дали краз. В общем, все, чик-чик-чик, и я в течение месяца собрал краз. Да. И на этом кразе мне поручила родина-мать возить уголь с партизанской, на котельной, гарнизона. Материальные ценности? А уголь всем нужен. Да, многие не знают, что такое в армии рожать, а вот оно. Как? Опять еще, это есть Сергей Александрович Плеханов. Правая рука у меня была на войне. Серега Плеханов погонял, у него маленький. Ну, он, правда, маленький. Вот он мог в Грозном сходить, разругаться на центральный рынок, туда ОМОН только с пулеметами захватил. Он один сходит там со всеми перугается, принесет на рубль дешевле сигарет, чем у всех продается, к примеру. Он как-то договорился в городе Грозный, при отсутствии в городе Грозный воды. Там, ну, газа не было, да. Ну, в общем, ни света, ничего нет. Он как-то договаривался с сеченскими товарищами, ну, с женщинами, да. То есть, они стирали нам белье, мы спали все равно на чистом белье. Он как-то договорился с сеченскими мальчишками, МЧСниками. Я первый раз вспомнился, ты не поверишь, на 21-22 день командировки. Я был везен в гоняниках. А почему? Потому что нас в первый или второй день подстрелили водовозы. Вот у вас есть где-то рассказ про водовозы, то есть, я не помню, там, с двумя красными звездами он рассказывал, как водовоз один ездил, без боевого хранения. Вот у нас такая же история была. Вот его подстрелили. И у нас почти месяц не было воды. То есть, ну, где-то купили, но мыться никто не мылся. Почему? Потому что ее просто не было. В гранатомет прям в водовозку стреляли. Потом ее починили, но это было все потом. Но опять же, ты сначала дай, а потом спроси. Потом маленький где-то на рынке познакомился с кем-то. Кто-то, значит, сказал, вот там и к нам приезжал МЧС-овский ЗИЛ, такой белым покрашенный, ЗИЛ-131 с бочкой, ну, написано МЧС. Он заезжал к нам, ему давали там ящик тушенки, и все, ну, с виной, потому что у нас другой не было. И ничего, брали все. Потом вот эти были в другую командировку. Но опять, просто надо уметь договариваться. Согласись? И если человек видит, что ты нормальный человек, то все будет. Потихонечку, ну, на то нас и башка, вот я вот что, всю жизнь это жучу. И он говорит, ему тоже нравится со мной? Потому что некоторые вещи не знаете, это вот так делается. Да ладно, вот так. Все. То есть быть человеком. Ну, опять, видишь, что, я думаю, что вот папа меня правильно воспитал. То есть обманывать никуда нельзя. И обещать, если ты не можешь сделать, не надо обещать. Вот и все. Ну, что болтуном-то быть? Если ты вот пообещал, но у тебя не получается, ты предупреди, скажем, там Серега или там Вася, ну, вот не получается, да? Вот расскажу тебе живой пример. Ну, наверное, за это меня сейчас не расстреляют, потому что время уже прошло много. Это я в армии служил, значит, в 80... Ну, скоро будет... Ну, значит, не 40, 38 лет назад, да, скажем так? То есть в 85-м я пришел домой. Ну, почти. Ну, был у нас, я не буду ее фамилию называть, командир батальона. Но он закончил общевойсковое училище, то есть АТ-2. Я ничего не имею против, против, так сказать, мотопехоты, да? Вот мне что нравится, в авиации костяных нету, потому что, как есть поговорка, пока Бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе. Потом стал наводить порядок на небе, а они прилетели на заправку. Понимаешь, ну, в шинели, там же, знаешь, вот как шинель отворотку делаешь, и там такая печать звонская стоит, хлоркой, там написано, шинель, там 1983 года выпуска, даже месяц стоит, да, и ты там пишешь этим, опять же, хлоркой, на спичечку, хлорочку, и пишешь, вину, городов, и военный билет рисуешь, да? Да. Ну, шинель моя кончилась в первую ночь с надписью и с годом. Дальше смотри. Когда ты уходишь на дембель, то есть, на дембельской шинели, ты должен отворотку сделать, ну, нашему подполковнику, которая была с командиром батальона, и там должна печать стоять, ты призвался в 1983, должно написано, шинель 1983 года выпуска Виноградов и, значит, этот, ну, пусть Сидоров какой, да, ну, такой, естественно, и на парадке, ну, и на всем, что ты надел, все везел, уже написано в 1983 год. Раз это 1983, ну, был бзик такой. Если написано 1984-1985, значит, ты у кого-то что-то взял, значит, кого-то убедил, кто-то ходит вот такой шапочке и в детском, так сказать, пиджачевочке вместо шинели, да? Да. Ну, 15-го Владимирских пацанов должны уехать-то как люди, да, осенники, а с белочкой-то в Энторге они не всегда продавали, шапочку-то и шинельку-то, чтобы чесалось, есть шинелька, которая начесывается, а есть шинелька, ну, такой, как тебе сказать, ну, бзик такой был у солдатиков, каблучок должен быть небольшой на, значит, сапоге и шинелька начесана, она такая красивая, красивая, как на дежонок ходишь, ну, такой вот фишечка, начесана отбитая шапочка, ну, как вообще, вот, боец мог на дембель выделиться, вот эта квадратная шапка, я видел, из книг собирали такие блоки, а шинельцы начесывали до состояния настоящей шубы, ну, это кто вот не знал меры, начесывали так, что... у нас, знаете, у нас, кстати, мальчишки, может, писали, не писали, но они в этом, в особый отделе, в особый отделе были мальчишки с Украины, я не знаю, с какой, то ли с Николаева, ну, откуда-то тут-то были мальчишки, у них была швейная машинка, они обшивали всю округу, ну, естественно, не бесплатно, потому что мальчишки, они предприимчивые все мальчишки у нас были, скажем так, обидятся, не обидятся, но у нас их звали хохлы, мальчишки, то есть хохлы были предприимчивые мальчишки, ничего не скажешь, то есть они были сытые, обутые, но они очень обшивали всех, то есть вот ты даешь шинель, она у тебя будет, ну, как вот, прям, Я говорю, больше ничего нет, тебе надо ехать на землю, ты к ним приходишь, мальчишки, он тебе говорит, неси материал, то есть из чего делать, да. А я был, значит, уже куда, поездившись на кразе, показав, что я могу, мне ротный говорит, а у нас, значит, то ли что-то залет какой-то был у старшины, у прапорщика, ну, в общем, угорился он с армией, им надо было срочно старшину, и он мне говорит, слушка, Виноградов, ты все равно через три, там, сейчас по годе апрель, ну, где-то с лета мне, когда младшего сержанта мне дали, да-да-да, на день части мне дали младшего сержанта, да. Я же говорю, если вам показать, у меня внучка, посмотрел, дедушка, ты такой у нас геройский парень, все испечатаны, одни печати, дочь, так там, смотри, написано, за штатом, рядовой, младший сержант, за штатом, рядовой, видишь, концовку, опять сержант. Вот, когда мне после вывозки угля на день, значит, части дали младшего сержанта, комбан даже не знал, это мне командир полка, у нас трошин был такой командир полка, зачитывает у нас на день части, был прямо в доме офицера советской армии, присылает очередное мальское звание рядового винограда, вот, тот на меня смотрит, на Мищника, а Мищника такой, ну, мне кажется. Я показал, что могу, да, с углем, можно брать, смотри, очень хорошо. Да, и, кстати, мальчишки были у нас, по-моему, два мальчишки с Житомира, что ли, Ванька и Санька, я их стажировал на этом, на Кразе-то. Вот, он говорит, давай старшиной, а как авторитет-то опять? Краз-то собрал, а еродный говорит, то есть, как зарабатывается авторитет, наверное. Ну, опять же, скажут, ну, эти, говорю, скажут, прощи лыги виноградов, там, приспособлен, а как, вся жизнь такая, да? Собрал Краз, причем я у него ничего не просил, он только дал мне две конницы спирта, то есть, он мне, он, когда зашел, у нас, знаешь, как было, автопарк, а в автопарке еще свой автопарк аэродромной роты. Там у нас эти Кировцы, это не Кировцы, Т-150, ну, мы же обслуживали, у нас, как они, КШМки, что ли, которые подметают Соловье, я на Соловье, кстати, был, я Соловье собрал своими руками, это, который дует, сдувает. Есть тепловые машины, которые на базе Т-150, у вас спереди повешен этот, сзади рудной мотор, она, ну, задом и вперед ездила, а спереди, а сзади висел у нее этот, как его, авиационный двигатель. И она ездила не где мотор вперед, а взад ездила, и руль перенесен, ну, так, конечно, они сушили полосу. Я, когда все покрасил, все фары поставил, ну, зашли в автопарк, он говорит, а у нас было два порекомендированные, гражданские возили уголь, а они там зачуханы такие, я говорю, да вот, а она поставила, он весь, ну, свеженький. Как раз таки покрасил, он говорит, а это наш, я говорю, ну, номерат, смотри, 51-58, ЕГЭ. Так, его же надо испытать, я говорю, надо, а как, он говорит, рядом колхоз какой-то там, большое дышло, и рядом, да, много этих дач, да и вообще, говорит, золотая долина там, там все растет, надо, говорит, навозникам поторговать. Я говорю, а как я буду торговать, говорит, теннисты, я уже со всем договорюсь, а Ванька Глинский, я тебе говорю, белорус, вот опять же, белорус-мальчишка, дух, можно сказать, вот его только призвали, а он на всем умел, ну, такой, прямо, ну, вот есть волтеркинды. Он тебя будет грузить, а ты будешь возить. Хорошо. Когда? Я тебе скажу. Ну, и все. Отбой в армии, 10 часов, и все спать, после отбоя приезжает, значит, Мишенька, естественно, наш там командир взвода дежурно по этому, по автопарку, автопарк же общий, стукануточек, кто-нибудь, комбат это. Ой, сзади разграждались, видел, на аэродроме такие железок сделаны, они как-то вот так крепятся, делают вертолеты, вот у нас из таких, значит, аэродромных, ну, железок. Настил. Настил, да, сделан забор был, забор разбирается, там у нас речка Сучан текла, она прямо так вокруг гарнизона текла. Ага, Сучан вот так на кразе приезжаешь, Ваня там за мной, ну, там все сказано, Ваня уже знает, где грузить, я за Ваней, значит, чик-чик, все, приезжаем, Ваня меня накидывает, садится мне там дяденька какой-нибудь, поехали. И мы так на возик, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да, так у меня появились, начали появляться денег, я не помню, сколько у меня там, то ли 5 рублей за ночь давал, то ли 3 рубля, не помню, честно. Но деньги у меня были всегда. Да, ну, да, ну, я извиняюсь, ну, он хохол тоже, предприимчивый товарищ, такой мужик был обалденный. Навозику, значит, повозили, потом пошла угольная тема. Ну, ведь можно кузов-то совсем поднять, а можно поднять и Манейка пустить. Ну, ну, представь, ну, как тебе сказать, ну, если не довез я 300 килограмм или там полтонны, ну, осталась кучка вот такая у меня, ну, ничего страшного, да, ну, не умрет же красная армия-то. А у нас все прапорщики и технари, они все жили в деревянных домишках такие, ну, двухэтажные. У нас вот в деревне, как называют, фубры, да, особенький там комбинат, что ли, как ты зовут? Ну, двухэтажные бревенщики такие. Летный состав в пятиэтажках жил, у них там и утопление, естественно, и душ, и все остальное, а те жили вот так. Ну, кто мог керосину стырить, так сказать, прапорщики и технари, они там капельницу ставили, такая вонючая штука, ну, в печке ставится капельница, а баночка, ну, это вроде тепло, но вонюще. А в горьком-то лучше стопиться. Сначала мне запотех попросил вывалить кучку. Он говорит, ты до конца-то совсем не отпускай. Ну, хорошо, а что? Я говорю, а ничего. А комбат сказал, хоть лопатку кому-нибудь там налево скинь, сгною на русский остров, там дисбат был на русском острове. Потом запотех, которые мне подходят, говорят, в Лунии, я за полосой, там за полосой как раз у нас была взлетопосадочная полоса, а за ней там домик стоял, вот как раз он там жил. Отдельно прямо стоящие, двоих там было, два, по-моему, рядом, значит, это, грунтовый взлетопосадочная полоса, они там жили. Может, свалишь туда? Я говорю, так это вот комбат-то все, комбат-то не уедет в находку. Я тебе скажу, во сколько. Ну, я ешь, там много котельных-то было по гарнизону. Да я там скину, скину, скину. А мальчишки, как раз армянские товарищи, ну, как в баню привез, я говорю, мальчишки, вот мне маленького ставить за потеху. Мне-то он, я еще не в Соминку отправлю туго. Он говорит, да, а они же сразу и бульдозером все разравлю. А когда вот куча лежит до неба, ты не поймешь, там, два краза или три краза, а может, вообще ничего нет. Ну, то есть, всем все хорошо, ну, привезу я блок сигарет Ту-134, причем за яичник, а 3,50 же это стоило, да. Ну, может быть, там, пачечку просто так сказать, ну, это от меня. Ну, это все, понимаешь, это от меня, это от тебя. Ну, ведь ВВС-то как было, так и было. Это ж после меня ее развалили, не подумайте, что это я, да. Ну, и все. Ну, потом, значит, ну, за потеха вроде нашего батальона, он-то, наверное, не сдаст. Ну, потом подходит, значит, вещь, потом, значит, прод, потом за потылом, потом начальник штаба, потом за полет. Думаю, еще осталось к комбату прийти, который меня за лопату-то, да. Да, ну, я же не продавал, то есть денег-то я с этого не имел, ну, попросил у меня. Не солярку же я продавал, да, кому она там нужна была. Так, потом начпрод меня познакомил с начальником продовольственного склада. Это кто? Прапорщик. То есть я уже познакомился с прапорщиком. Потом он меня познакомил с начальником вещевого склада. И все. Потом, а я же старшина, мне надо подшиву. Это знаешь, как анекдот-то есть, да? Идет солдат, сапожище, труба. Во-первых, все жеванные, грязнущие. Ну, там офицер какой-то с штаба. Воин, иди сюда. Он походит, товарищ майор, рядовой такой, по вашему приказанию. Так, ты мне скажи, что сапоги не чищены? Это вас не ебет, товарищ майор. Он говорит, ты ни херен, любви солдат, как ты меня не ебет, товарищ майор? Он говорит, да так, не ебет. Так, воин, сапоги-то чего не чищены? Он говорит, так старшина Гуталин-то не дал. Он говорит, а меня ебет? Он говорит, я же знаю, я ему сказал, что вас это не ебет. А меня это ебет? Вот такая же история. То есть это, естественно, вырежешь. Наступил день, когда я узнал, что я 30 октября 1985 года убываю, так сказать, на родину. С Мишкой Чевыриным. То, что он с замком взвода был. То есть мы хорошие пацаны. И Михаил Иванович Мишенька решил нас отправить. Ну, до этого нам еще недели две. То есть вот первая отправка будет 30 октября. Это 29-го. А, 3-го числа это я уже в Собинку приехал. Все, 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 все. 22-го ноября 1985 года. В октябре месяце мне говорят, что вам первая отправка поедете. Хорошего. Ниже по Лизому, потому что первая отправка обычно штабные писари. Мы не писари. Я на кразе ездил. С страшной роты была. Мишка был замком взвода. Но вы были хорошие. И Михаил Иванович Мишенька нас, так сказать, верил в нас. Все, но ведь и должен быть написано в 83-й год. А в моей-то уж кто-то уже уехал. Думаю, что делать? Ну, а что делать? Значит, вещи. Он говорит, такими делами это только на склад. Хорошо. Значит, прапорщик, здравствуйте. А уголь-то уже топится? Семья-то не мерзнет. Серега, вот надо мне 15 шинелей. И парадок, естественно. Говорю на вопрос. Что с меня, с тебя? 15 шинелей, 15 парадок. И все. Я-то ничего не делал. Я просто пришел и сказал, ну, кто хочет ехать в новом, с вас 15 шинелей и 15 парадок. Ну, мне принесли 15 шинелей и 15 парадок в 85-го года выпуска. Ну, кто-то проснулся, естественно, опять в пиджаке. Ну, это, как тебе сказать, водоворот, водоприрод. Ну, а что я делаю, что-то, да? В большой семье спать надо меньше. Ну, и все. 15 парадок, 15 шинелей. Ну, кто-то утром встал и сказал, ну, да, молодые-то, естественно, приехали. Так это не мой вопрос-то. Мой вопрос. Вы хотите ехать? Да. Даже не прапорщика, заведующего склада вопрос. Ты его, он же, у него же 15 висело, 15 и висит. Там на год-то никто не смотрит. Ну, естественно, перед отправкой. У нас, я же говорю, Каббат интересный был парень. Так, ну, что отличники, бывает, политические. Между прочим, когда в автобус я, значит, садился, замполитры дал. В общем, половина руководства батальона слезно сожалели, что я уехал с армии. Потому что у них все было. У этих был уголь, у этих был навоз, да, у этих была подшива, мыло, и все было, понимаешь, в чем дело. Даже вот, например, повара у нас были тетеньки гражданские. Ну, ей надо помочь чем-нибудь, да. Нам бы, солдатиков, товарищ капитан, можно там пятерых, там, двоих грядочки вскопать? Так они сами побегут грядки вскопать, потому что их щена кормят и тихонечко сливовица какой-нибудь нальют. То есть всем хорошо. У нас ротный был тигр, вот я у него много нахватался, ей-богу. У нас еще не успели краску привезти, люминесцентную красить, полосы там эти, прижившиеся, щиты-то вот эти. А уже смотришь, там, раньше у нас, помимо, то ли Станица, то ли поселок Буденовский там был. А там уже смотришь, машина едет, люминесцентная краска. То есть вечером на нее посвятится машина-то. Понимаешь, в чем дело-то? Все, что не прибито. Но никто не страдал, понимаешь, в чем дело-то? Всем все было хорошего. Поэтому я когда уезжал, я пришел, значит, в этом, за поле. Я говорю, ну, что сделать я для тебя могу? Ну, что, ну, орден, конечно, мне Ленина не надо, там, как раз, боевого красного знамена. Я говорю, а можете написать благодарность письмому маме с папой? Говно, вопрос. Мне вот такое письмище написали. Ну, там, естественно, танки едут, все это. То есть сын стоял рядом с героем Совета Союза, там, ну, все, все хорошее написали, да. Мне же, значит, на день части дали Младшова, а буквально через полтора, через два месяца у нас день ВВС. Ну, в то время, 18 августа встречались. Сейчас я почему-то 12-го делаю? Ну, раньше было 3 воскресенья августа было. То есть на день авиации мне дали сержанта. Ты бы видел лицо комбата, он просто был зеленый. То есть он ничего не подписывал, а мне командир полка служил Советскому Союзу. Все, понимаешь, что я делаю? И я обратно, значит, поехал, естественно, сержант там. Все, все раздал, все культурник владелет, но воротничок, то есть не воротничок, полу. Раз, чик, 83-й. Ну, конечно, старшина, а типа парадочку. Могу показать, у меня ввесит 83-й год. Все улыбается, все счастливы. И ничего, никого не убыло. Ну, за исключением маленькой шапочки и этого. Ну, опять за два года он обрастет, так сказать, волосами, животом. Потому что, сейчас тебе скажу, пришли, если бы я был нехорошим человеком, да, то есть меня бы, наверное, плохо там вспоминали, но буквально прошлый год, после какого-то ролика там на канале выложили, и там пишет, а у нас призыв был с Украины, много народу пришло вот в 85-м году туда, да, и много мальчишек, ну, достаточное количество с Якутии. У нас был, помнишь, Сашка и Мишка, по-моему, не помню, но Сашка точно был. Я все говорил, они, они, ну, на лицо. Я говорю, а как вас различить-то? Они так, они прямо вот, как будто это, папа у них один, хотя они, один Иванов, друг из Сидоров, например, у них фамилия-то интересная, и там Петрова какие-то. Я говорю, а как вас, матерь-то, различают, ну, вообще там дома-то. Он говорит, так мы разные, вот как будто взяли эту копирку, вот так сделали, раз, и все, только этот Сидоров, этот Петров. Он говорит, так это вы, это мы на вас-то смотрим, как вы друг друга различаете. Так, и пишет, привет, однополчанина. Ну, смотрю, ну, откуда-то пишет, там, Сикуте. Вот ВКонтакте написал, я говорю, а не ВКонтакте, вот как раз в Ютубе каком-то видео, да, комментарии. Я говорю, а ты кто? Он говорит, а ты не помнишь, Володя, значит, 85-й год, значит, октябрь, мы пришли. Я говорю, а ты кто? Вот я, говорит, Сашка, и он где-то под Якутском там живет-то, понимаешь, в чем дело-то? Он говорит, как приятно слышать, речь знакомая. Я говорю, смотрю видео-то, то есть лицо-то не узнаю, а вот это, ля-ля-ля-ля, тополя-то, говорит, узнаю. Ну, слушаю, я это раньше где-то слышал, потому что, я говорю, память-то у нас есть обалденная. Ну, вот, заполи мне написал этот, как его, потом еще что-то. А раньше было, знаешь, что, в институте сидешь, если направление тебе напишут желательно, рапфак такие были, то есть ты идешь на рапфак, короче, или кто после работы в институт хочет поступить, а не на рапфак. Ну, подготовительное отделение было такое. Ну, что там в армии, как говорят, там всю башку тшибут? Нет, мне никто в армии башку не тшибал, честное слово. Положено было, шапка в пол и крикнули, только что с поезда, не вопрос, да? Что-то надо было сделать, вот. И мне написали, значит, что я, то есть вот, ну, тоже письмо как-то называлось? Или рекомендация, правда? Нет, характеристика, характеристика какая-то. И там тут, характеристика выдана, значит, там, сержанту такому-то, там, для предъявления, там, для поступления туда-то. И там все, какой я молодец, сколько я там спас всех и заслужил, да-да-да, приехал. Все положенные значки, которые положенные, естественно, были, естественно, они были с новых коробочек, потому что начальник вещевого склада. Так, опять, я один что-то себе взял? Ну, пришел, я сказал, ну, гвардию в магазине не продавали, в военторге бил не купить. Ну, есть прапорщик Анч, он тоже человек, да? Пришел, сказал, товарищ прапорщик, ну, у нас всего-то 15, вот сердце кровью обливается. И я понимаю, это же живые, по крайней мере, вот такие сосуды, написано, водка, да, к примеру, или еще что-то. Ну, как тебе откажешь, Виноградов? А мне все передразнивают, мне все всегда передразнивают, я езжу оку, Виноградов, меня все звали, Виноградов. Ну, Виноградов, тебе не откажешь, ну, бери. А может, вот еще тут, ну, так, говорю, не вопрос, она говорит, за имя горьковские пацаны, земляки, тоже нашего призыва, я говорю, надо позолотить ручку, и будут вам значки. То есть, тебе в книжку-то напишут, то есть, в военный билет он напишут, а ты отличник ВВЭ, ну, а значит, когда ты где-то возишь, ну, бывает, и нет, купишь и не найдешь. А тем более перед ним, ведь хоть все равно новенький какой-то, что блестящий, а они еще были с глазурью или просто какие-то с напылением каким-то. Там же тоже, смотришь, канолевый, не канолевый, то есть, ну, было уж, ведь хочется прийти-то на дембель. Опять же, голуны уже отменили эти металлизированные, они же красивые там на свет, то есть, петлички были для технического состава со звездочкой, крылышки совсем другие. А уже их не было, только где-то найти. Ну, так рукой-то можно запустить к прапорщику, куда-то зайти? А можно я? Тебе зачем? У тебя чего нет? Я говорю, у меня это есть, но там тоже дембеллит полно. А ты ведь с них чего-то? Я говорю, нет ничего, они уедут один в Калининград, другой на Чукотку, треть там до Сахалина. То есть, Саранда была большущая. Те же украинцы. С украинцами, с сумскими встречался. Было время такое, уже Советский Союз скончался, рабочих, блядь, не хватало на Горьком заводе. Присылали из колхозов мужиков, которые, например, им надо два месяца отработать на сборочном конвейере в Горьком. Туда им, например, их колхозу, значит, Горьковский завод, Барта такая штука была, давали, например, моторы или 53-й газончик. И он три месяца отработает, и он на этом газончике едет в его же колхоз. Вот такое было. Тоже в институте, когда учился, значит, на электричке ездил, тут домой тоже. Что-то сижу, знакомые. Ну, как-то у нас в армии все хохол да хохол. Ну, так звали, кликух-то как было, хохол. Он на транспортном зиму 130-м ездил. Смотрю, сидит. А я уже забыл, как его зовут. Я говорю, что, что, хохол? Он такой, виноград. Средители поговорили, понимаешь, все хорошо было. Какие остались ощущения и воспоминания от армии? В какие краски это все окрашено? Темное что-то или светлое? У меня только светлое. Темные моменты, несколько таких полушуточных, полуизорных, скажем так, полу каких-то, может быть, как там, неуставных отношений. Ну, можно было бы просто нагнуться, встать на колени, и пусть себя эти татары отботали, скажем так. Как говорили, вот ботли, да, и там зачмырили. Нам, то есть, был вариант взять этот, как его, богор, а был вариант встать на колени. Ну, как-то вот я выбрал вариант тот, да. Был вариант ведь подойти просто и плеснуть бензинчик, и посмотреть, что бы тебе осталось. Причем, они бы сказали, а мы-то здесь причем, он дурачок. Ну, а я вот выбрал вариант, почему-то ведро вместе с бензином, понимаешь? То есть, был вариант, можно сказать, товарищ капитан, да, мне этот крас усрался бы, да. Да, не хочу его собирать. Вот я сейчас дурачка про-пру, еще четыре месяца уеду домой, да. А ведь, а я выбрал вариант, я уехал-то красиво, я уехал с сержантскими погонами, со всеми значками, что были в советской армии, да. Ну, за исключением, может, там, я не знаю, если я не снайпер, так я не снайпер, да, к примеру говоря. Да, все говорят, да ты в армии служил, ты даже ни разу не стрелял, а у меня не было такой, вот у меня не было такой обязанности стрелять, да. У меня, вот когда я старшиной был, у меня все были с новой подшивой, ну, естественно, портяночки у кого-то были фланелевые, да, у кого-то были хлопчатобумажные, но, опять же, какой-то человек, такую ты портяночку носишь, ведь ему это лучше фланелевая, она такая мягенькая, хорошенькая, да, ведь можно сапоги получить мягенькие, а можно мне, вот когда меня решили, я тебе, да, забыл рассказать, как меня попытался по приходу, меня перевели в часть-то, да, ну, представь, ты полтора года, ну, полковник и генерал, ну, ниже подполковника ты редко с кем общаешься, потому что там, ну, мало, потому что штаб дивизии, да, и меня присылают служить в часть, да, я, естественно, приехал, мы про шинель-то говорили, мальчишки вот как раз мне эти с особого дела-то украинцы-то мне сшили это всё, у меня была, ну, я просто был красавец, ну, какой я должен вылезти перед командующим округа из Волги, в тех сапогах, в те логорики грязные, да, и шапка наоборот, без кокарда, я вылезал, картинка, всё ушито у нас, все водители ездили в полевой форме офицерской, она такая чуть темнее, темно-зелёная такая была, ну, естественно, все были, никто не ругал, вставочки были красивые, то есть я был как огурец, вот стоят же мальчишки, красавцы у этого, у неизвестного солдата у могилы, но они же должны быть красивые, не встанет же, у него вот так уши будут висеть, да, то есть я был красивенький, я привык общаться, так сказать, с генералитетом, да, ну, с руководством, с большими людьми, потому что на выходные, бывает, приезжали с Хабаровска, с округа Чины, их надо было в ресторан свозить, к девчонкам, с девчонками на море привезти, там же тепло, там же виноград растёт, и всё в тотальном-то востоке-то. Построение утреннее, представляешь, я выхожу в отбитой шапочке, а я даже не знаю, с кем вставать-то, ну, меня утром-то разбудили, то есть меня вечером привезли-то, карандаш как раз мне привез, который заносили в военкомат-то. В армию. Да, он меня встретил на станции, значит, я приехал на электричке, всё, значит, всё, приехал, пришёл, а почему все думали, что я командир дивизии до сих пор вожу, там, я же ещё сопроводитель документа, никого не показывал, я пришёл, а мы буквально месяца за два, в марте за месяц до того, как меня шефт улетел в Афганистан, в общем, мы туда приезжали с проверкой какой-то, и я там ночевал, ну, то есть я кушал я в лётной столовой, потому что шеф всегда брал меня с собой, я всегда, там, смотри, какая, вот технический состав, он их кормит по общевойсковому пайку, лётный состав, значит, по лётному пайку, ну, естественно, командир полка и, естественно, командир дивизии, все замы там, то есть отдельные залы были, и шеф меня брал всегда в свою залу, но я, конечно, не по правой рукой сидел, там где-то стол-то большой был, я, то есть я питался с руководством, почему, потому что в авиации перед полётами нельзя тебе дома есть, вот, если сегодня полёт, ты должен и завтракать, и обедать, и ужинать в лётной столовой, потому что если самолёт, или там, обдричься там, и что-нибудь случится, лётное происшествие, то столовую там, то есть, ну, нельзя так делать, ну, естественно, и все подумали, что я, да, что я приехал в этот, как его, что шеф приехал, то есть я ночевал в этой же роте, то есть буквально там месяц-полтора назад, мне запомнили, ну, я это так же, как Санька Кадраш, он в автороте служил, то есть у нас вот здесь был аэродром рота, а здесь авторота, так, заход такой, здесь дежурный сидел, ну, я, естественно, туда и пошёл, где я уже был, я скоро, я говорю, привет, братцы, ну, там стоит, как, дневальный, дежурный подходит, говорит, привет, ты кто, я говорю, ну, вот, штаб-дневисть, ну, я, правда, я же не наврал, я приехал, штаб-дневисть, где мне переночевать-то, а ты водила, что ли, ну, я ведь, правда, водила был, да, я, ну, кто, я дворник, что ли, был, я говорю, ну, да, ну, из сержанских погон, так я красивый, то есть у меня на честную шинель, как ты говоришь, в меру, да, то есть у меня всё, сапожки красивенькие, морпеховские, потому что у нас же на территории гарнизона на Угловой морпеховский был госпиталь, потому что там рядом то ли бригада, то ли, по-моему, бригада или дивизия морпехов стоит около Владивостока. Они такие короткие, с широкими голенищами. Ну, они хорошие такие, они всё сделано красиво, в общем, всё красиво. У меня эта чешуха, то есть офицерская полевая форма, ушитая, естественно, ну, я красавец приехал, ну, вот, ложись туда. Да, ну, а я-то привык вставать-то, когда мне скажут, шеф, что приезжаешь в 9, приезжаешь в 10, или приезжаешь в 7, там, если полёт, и потом приезжаешь на утренний, ну, перед утренним полётом, чтобы в столовую съездить. В общем, там всё было красиво. И я ложусь спать, а в голове-то у меня ещё в салон там. То есть у меня же утром, я утром опростоволосился, ну, за что меня отправили, я тебе сейчас скажу. Честно сказать, и зрители будут правы, ну, скажут, что службу не видел. Ну, правда, я за полтора года херил до того, что... Ну, что-то я не пошёл на политзанятия. Не лень было съездить, посидеть, вот просто подремать в этой, в Ленинской комнате, да. А пришёл как раз, в общем, какой-то проверяющий приехал. Он пришёл, а там никого нету. Ну, этот, например, начальника политоотдела повёз, этот замкомандир. В общем, на занятии роты управления, воинская часть 17-991, если я не ошибаюсь, оно так и есть. Ну, кто-то пришёл, а там нет никого. Сказали, а где такой-сякой? Да, ну, этот вот на выезде, этот на выезде. А этот просто сидел, заговорил на солнышке. Ну, звонит штаба дивизии, слушай, к тебе сюда. Я говорю, пошли вы нахуй. Да, ну, маленького убордела. И кого-то я не того послал. В общем, не наш звонил-то. И потом мне звонит со строевого отдела. Молодец, ты давай приезжай. Тебе надо... У нас так было, что если какой-то залёт тебя в этой части не вставляет, отправляет на периферию, да. Ну, вот я не пошёл на политзанятия, меня, так сказать, по политическим мотивам и уволят. Я пострадал за политику. Ну, всё, утро-то наступило. Ну, там, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, рота, там, подъём. Какой подъём? Я полтора года служил, а у меня в голове, что я сплю-то там у нас в автопарке. Ну, охерел. То есть, честно говоря, я бы уже после лидеров думал, сидел бы я там, ездил на этой «Волге». Ну, чего бы мне не посидеть-то? Ну, просто потерялся, так скажем, да. Да, служба... Да, кто-то послушает, скажет, да я-то все два года автомат с гранатомета не пускал. Ну, у меня такая служба была. Всё. Ну, я так отдыхаю. Ну, слышу, меня кто-то в бок тычет и говорит, э, ты не оборзел? Это был капитан Мищенко. Я глаза открываю. Он говорит, вот это что ли с тебя ночевать-то пришёл? Ты когда-то с дивизии приехал. Ну, я ему, кто-то на ухо шепчет, что с дивизи никого нету. Штаб, потому что полка напротив. Штаб батальона вот рядом. Никого нету. Он спрашивает, военные, а ты кто? Ну, я говорю, такой-то, такой-то. Я даю ему, значит, командировочное удостоверение. Ну, там написано, кто я куда чего. Ещё один геморрой мне на голову. Ну, пошли, сейчас построение. Ну, всё, что там, эти куда-то сбегли, туда-сюда. Там завтрак. Ну, не было у меня такого. То есть, у меня завтрак был в автопарке. Подогрели тут чего. Ну, и так полтора года я служил. Ну, может, это плохо, конечно. Сейчас говорят, ты же службу не видал. Может быть, но я зато сколько генералов переведал. У них волос на жопе столько нету. Понимаешь, что они там? Всё. А куда идти-то? Стоит, значит, рота охраны, стоит авторота, стоит, значит, родромный рота. Ну, весь батальон получается. Всё, труба. Ну, я и встал сбоку. То есть, ну, а куда мне встроиться вставать? Я их никого не знаю. То есть, вот раз-раз. Все стоят, естественно, командиры, вот, и впереди командиры. Ну, я и встал вот тут, между, значит, аэродромный рота и автор роты. Вот тут, вот тут командир. А наш командир вот тут стоит. Ну, выходит, значит, там, смело. Ну, плац такой, выходит, значит, комбат. Ну, поц, который меня любил. Как родного, да. А, ва, ва, там. Ну, все. А, ва, ва. А мне-то это, представьте, ну, полтора года я не слышал. Чего это, какие-то чудные мужики-то. И я весь красивый, представляешь, сапожки эти. А все, ну, а все, представьте, приблизительно в тех же, ну, как у меня в Подухомане были. Кто в тело греки, кто в те, потому что они сейчас пойдут на работу. Ну, кто в автопарк, кто в дыродром. Кто там оружие чистить в роту охраны. И он такой стоит. Ну, громко так. А что это, блядь, за уебище у нас тут появилось? А я откуда, знаешь, что он про меня-то говорит? А я самый красивый. У меня шапочка такая, карточка подгнутая. И все, и весят иголочки. А я думаю, откуда, знаешь, что он про меня-то говорит? Сержант, ко мне. Ну, стою, на этих смотрю. Они на меня все смотрят. Ну, а откуда я, за ком он говорит-то? Ну, он так, не то, что я напротив него стою. Ну, вот так, то, что рот вот тут стоял. Вот так, маленький наискосок. Я говорю, ходишь, что ли? Ну, громко, такой, грубый голос. Ну, он сапог. То есть, к авиации-то он не знаю, как попал. Просто, видать, бомболюк открыли не вовремя. Да. Перевозки. Ну, опять. Ну, сигареты. Думаю, кому он орет? Ну, меня тут толкают. Тебя зовет. Я говорю, да никого он не зовет, никого. Он говорит, ты что, блядь, ну, уже матом пошел, ты что, блядь, не понял, что ли, блядь? Я говорю, вы меня, что ли, блядь? Ну, естественно, понесло, там, рожа красная, пара из ушей. Бегом, блядь, чего бегом? Куда? Так, что я сделал плохо? Я просто стоял, да. Иди, 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 мне. Ну, так, трусой подбежал. Ну, то есть, ну, вот это строевым шагом, за два шага до него не стало. Ну, как-то, что-то у меня, вот, как-то, я тебе говорю, палку-то ломаешь, 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 гнешь, 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 куда-то она ломается. И он тут столько мне наговорил, там, про меня и про, как я выгляжу. Что-то попугай, там, блядь, просто красивый, ну, что там, просто красивый мальчик стоит, да. Со штаба дивизии, водитель, тем более, первого человека в дивизии, да. Пусть там сейчас ходить меня начнет. Мне вот эти, у меня была хорошая служба, вот. Че, что это за котелок, наберет, ах, не рвать ее. Ну, разорвала шапку, типа, мне с ушами так ее надело, я ее взял вот так, скинул. Ну, что-то у меня говно закипело. Вот, врылок, конечно, я им не дал, ну, потому что я, ну, понимал, что я в армии, да, там. Ну, я тоже так чувствую, это, подходит, да. И он, шапка-то так раз, она же прошит, вот это, комиком вот таким мне было. Она же просто красивая, потому что я должен вылезти вот так, то есть генерал, сказать, ну, пусть как хотят меня называют. Но мне завидовали, если честно сказать, по-хорошему. Кто-то по-хорошему, кто-то по-плохому. Ну, я, да что такое, а ведь, а шинель-то тоже ушитый, спина-то. Там, знаешь, вот солдатского так сделаешь, она там как гармония так разъезжается. Ну, то есть все красиво. Пряжечка, естественно, гнутенькая, ну, ремешочек. Вручное время он почищен светло-коричневый такой. Ну, я красивый просто был, да. Где-то тот ему дал ножик, он мне, давай, этот, спарвать этот шинель. Спарвал шинель, короче. Ну, что-то тут, расстегни, расстегнул. Тут Ерденов, по-моему, говорит, за взятие Бастилии. Что-то, нет, вот Герой Советов по футболу. Ну, я должен выглядеть соответствующе. Все-таки возил тогда, не после этих людей. Ну, короче, он мне все это взял, изрезал, погон оторвал. Какое-то свирение мне, говорит. Я ему показываю, а там написано рядовой. Он говорит, да ты, блять, ты и не сержант, блять, а я и не читал его. На хуй, он мне нужен. Ну, и все. То есть я стою, у меня вот эти все лохмоти висят. И он так, знаешь, так, мищненько будет у тебя в ародром-на-народе, сгниет там, на хуй, а на ародроме, блять. А я с усами красивый, двухдневный щетинка. Вот, не его это тоже, я тоже в тот раз тоже побрил. Двухдневная щетинка такая. Ну, короче, что, привели меня. То есть, ну, как я сам пришел, что я не лошадь, что меня подусто вести. Ну, все, пришли с Мищникова туда, там, как его, с жена тоже. Ну, велели выдать мне форму. При моем нормальном размере, 48-го, мне дали 56-й размер, 5-й розы. Мне рукава были вот до сюда. В общем, мне дали все большое. Вот этот, видать, Петр Первый помер, из сапоги его под форту отправили туда. Вот мне дали, я извиняюсь, почти попал. То есть, они выше колен были. Тут, да, причем размер, так, мне 43-й, там, наверное, 45-й. Ну, такой чмо из меня получил. А я вам сказал, и на лосо его нахуй. Вот. Я говорю, средите. Меня, короче, машинка сначала, вот эта, вот рука такая. Короче, меня 56-й, 5-й, сапожки. С голенищами, там, два ящика водки уберется, да. Шапку вот эту провалившуюся, дали, дали. Ну, на ушах еще кое-как держалась. Ну, уши слабнут быстро, она провалилась. Да. Шинель мне дали, да, старую какую-то. За 300, ну, и все. И каким-то клеем поватывать. Ну, в общем, ну, чмо. И он сказал, вот только, блядь, попробуй ушиться, блядь, пока я тебе не разрешу. Ты будешь ходить так до дебиля. Я в строй никогда не вставал ни на завтрак, ни на ужин. Споги задними. Я уж прошел, они еще подтягиваются. Только даже, да. Все командиры рот так посмотрели. Капитаны все были. Во второй туссадинке такой был. Ну, все. То есть я питаюсь нормально. То есть меня никто не трогает. Иди туда, иди сюда. Потому что, ну, куда мне? Ну, я же, дед, ну, что ты со мной сделаешь? Я ничего не нарушаю. Честь я всем отдаю. Дневальным-то у меня, что ли, поставить? Ну, я не уснул. Ну, в общем, ну, вот, короче, Михаил Иванович Мищенко, низкий поклон, честное слово. Ничего он не сделал мне такого, да. То есть вот я ходил-ходил, а потом он сказал, тебе не доел уже? Я говорю, ну, возьмите меня куда-нибудь. Ну, назначите кем-нибудь, куда-нибудь. Пойдем по аэродрому прогуляешься. Ну, вот то в аэродромных родах служил, они, значит, там камушки собирают. Потом, ну, как там, проезжает, значит, этот, как его, к КШМке, потом едет Соловей. Я уже после Соловья собрал на базе 257-го КРАЗа. То есть на спину вместо, ну, на платформу ставишь бочку к КШМке, ну, которая подметает-то. То есть не КШМка она называется. Пугай, все-все, КПМка, КПМка, КШМка. А то сейчас в аэродромчике башку отрубят. КПМка. Как-то коммунально-поливально как-то она машина называется. КПМка, не КШМка. Извиняйте, братцы. Вот это бочка, а сзади так раму продлевают этими швелерами и ставят двигатель от МиГ-15. Он без форсажной камеры. Дует только давай. Сдуваешь. А потом проходит вся рота, вот так стоят, шеренги идут. А комбат бывает сзади на УАЗике. Раз, подъедешь. Не дай бы такой камешек. А ты уже 2 километра прошел. Из сумки высыпаешь эти камешки. Потому что плит-то все равно из гранитной крошки. А комбат может сказать так. Рот-рот-рот. На исходную. И бегом 2 километра обратно. И опять. Скажут, а вот посередине там еще середины полосы. Ну, бывало. Бывало. Не часто, но бывало. А это все для того, чтобы в воздухозаборник не попал ничего. Да. У нас раз засосало кусочек шва. А мотор по тем деньгам, это как нам Рот наговорил, стоил в Су-15 их 2 штуки. Самолет просто красавец. Как стрела. У меня заколка на галсту. Просто красивый самолет. Су-15. Обалденный. Там 2 мотора. Двигатели, вернее сказать. Ты в один попал и 350 тысяч, по-моему, стоил один. А в те времена, как мне батя говорил, 5-этажный дом 4-х подъезда стоил 700 тысяч построить. Ты представляешь, какие деньги? Естественно, сейчас тоже где-то так. Ну, исходную. Ну, вот я раза два так сходил. Три, наверное. Потом швы еще заливает битумом. Праймер как готовить. Я это все тоже умею. Да, нас научил. Ротный молодец был. То есть, битум с бензином или с соляркой там мешает. Ну, зависимость какая консистенция. По гуще, чтобы была бензин, солярка, битум, потому что солярка битум не растворяет. Ну, это долгий процесс. С бензином лучше. В общем, там вся технология. Аврора у нас была, такая телега. Бывает, лишь кадров на китайской заговорить. Это ужас. Представляете, пока нам в этом битуму выгорит все, там, две тонны или там три. Битум, конечно, рубили. Ну, помогало. То есть, я никогда не отлынил. Ну, то есть, в коллектив я влился в хорошую. Ну, понятно, что я там чушку-то вот эту битуму, она килограмм на 200-300. Не буду один-то. И, значит, на КПМ-ке мотал эти щетки. Они же тоже мотаются. Там тросик такой. Там тоже в горячую воду эти штуки потом так перегибает. То есть, все это проходило. Ну, это как-то все быстро прошло. А потом, вот, как я говорю, на крас и служба опять стала. Но она, я не скажу, что она плохая была. Ну, просто маленько меня окунули в говно. Ну, не в говно даже, наверное, а просто чисто, так сказать, в обыкновенную солдатскую жизнь. Ну, то есть, я вот, опять же скажу, вот я в армии служил, я не стыжусь. А что, в этим стыдиться, если мне никто не давал, я когда вот в штабе дивизии служил, а можно я постреляю? Вот иди, лучше машину помой, и все. Машина должна исправить. Вот твоя боевая задача, чтобы машина была всегда исправна, в любое время ты мог, ну, то есть, безупречно все было. Она, естественно, обязательно была чистейшая, обязательно, чтобы там было пару баночек тушеночки, обязательно ложечка, обязательно пару ножичков, там пару вилочек, обязательно фляжечка с полторашечкой, ну, со спиртом, фляжка пол-литровая. И рюмочки такие. А как? Говорят, частенько, кто в армии служил, в цирке не смеется. Правда, говорят? Ну, я понимаю, ты имеешь в виду, дуристики много в армии. Ну, я не знаю, я просто, вот у нас в Веце-то дуристики-то особо не было. Ну, достаточно серьезные войска. Почему? Потому что там каждый за свое отвечает, там каждый раз пишется. Там техника списалась за свое, там связь за свое, там кислородчики, я говорю, там за кислород, там кислородчики, а заправщики. Я первый раз в жизни видел, что в баночку наливают марганцовочки, не дай бог она там цвет поменяла. Это, представляешь, я просто видел это с вертолета, нет, не с вертолета, с У-17, что ли, прилетала, и как-то вода попала, и керосин с водой. В общем, раз в баночку-то, она начала цвет менять. Там беготня началась, будь здоров. То есть, такая серьезная. То есть, вот ты не пойдешь, из-за спиртовоза не распишешься, потому что, не дай бог чего, ты крайне будешь. То есть, там каждый свое расписывается. То есть, и там, опять же, я тебе скажу, такого, как в армии, как в общевой войсковой, там, где-то в армии, что равняйся смирно. То есть, строевых, как таковых, ну, там некогда. Тем более, в те времена, значит, полеты были, и у нас было, например, утренние переходящие в дневные полеты, дневные переходящие, вот там, в ночные. То есть, разные эскадрильи, а то бывало и по две эскадрильи сразу летало. Там самолет садится, там все вот так кипело, крутилось. Я ж тебе говорю, пока бог наводил порядок на земле, и вятца была. То есть, вот в этом плане, потом у меня было чего-то. Я ездил, у меня был, значит, самосвал, и был, так сказать, на полетах соловей. Опять же, про Духов этот я забыл сказать еще. Вот Ванька Глинский был. Еще у нас был, я не помню откуда, тоже откуда-то из Белоруса парень. Но его как-то выловили в 27 лет. То есть, ему там осталось до дн. рождения недели, что ли, там, или, может, месяц. Ну, я не знаю, как его было. Он был лысенький. Вот точно он был, как Ленин. У него такие светленькие волосы были, лысенькие. Но он очень шарил в электронике. В роддроме есть такая штука, АТУ называется. Это когда при посадке и взлете самолета поднимается такая штука. Сетка такая. То есть, там гидравлические насосы, там гидравлические цилиндры. То есть, она вот так поднимается, и сетка такая. Это вдруг, если самолет улетит за полосу, она его ловит. И причем, если ты просто сетку, большички срослужащие рассказывали, что бывало проверяющий какой-нибудь приедет, АТУ должна включать с этого управление полетов такое там, как я скажу, ургодитель полетов. У него там где-то сигналы все. И у нас стоит и с этой стороны. Если с этой стороны взлетает, с этой стороны поднимается. А что-то там с электроникой было, и не поднималось. Брали машинами так, цепляли под ним, на тросах закрепят. Но это ничем не дало. То есть, самолет-то какая кинематическая энергия у него, он у него прорвет и все. А там сделано как? Какие-то цилиндры стоят? То есть, он в эту сетку врезается, просто гидравлические цилиндры так перепускают. То есть, интересная система. И она не работала никогда до этого пацана. Пацан пришел, дипломерный какой-то специалист, электронщик какой-то, что-то шарющее в этом деле. И вот он, между прочим, за неделю все это починил. И у нас вот эта система, автоматически какая-то уловительная система. Я не знаю, у меня профиль другой был, я в аэродромке служил. И он сделал, и все стало работать. Ну, все посмотрели, никуда не работало. Ну, как-то что-то сломалось там. То есть, ну, сложно там дать. И у него служба, знаешь, какая была? И он, значит, это еще не расскажу. Он, значит, утром вставал, а там азербайджанцы, он не любитель, так сказать, над молодыми-то почудить. По духам они-то его привели к нам. И вот азербайджанский говорит, дух, иди сюда. А ему 27 лет, а тому 20, еще нету, там 19. Он говорит, я не дух, я молодой воин. Ну, а типа, а поеблу? Он говорит, ну, всех-то, короче, я не долею, но тебе-то я точно накачу. Он такой, ну, мужичок такой. Потом все прознали, что он умеет в этом деле шарить, и все, у него служба была. Он утром сходил, а рота поднялась, он не прибирался. Ну, чего 27 лет мужику? Шли позавтракали, он брал, да, он брал чемоданчик, и все. И он уходил в гарнизон чинить телевизоры. Телевизоры, радиоприемники, магнитофоны. Вот у него служба вся прошла два года так. Ну, если он что-то умеет. Вот я ему что и говорю-то, почему я говорю, ты иди учись. Вот когда чего-то умеешь, ты же красивый, да, и достоинство у тебя есть, но в голове-то, если ничего нет, ты так и будешь. Хотя и в армии, конечно, и на перевес должен кто-то бегать, но если есть вероятность не бегать на перевес, а что-то делать, да. Вот тебе расскажу про становление опять личности. Вот Ванька Глинский. Вот все подуховали, там, да, кто-то ломается, да. Вот тебе расскажу пример. Ну, в то время, значит, когда я служил, еще триммеров не было, окашивали родром косыми. А кто укашивает? Естественно, родром эсплуационной роты, да. А этой травы у нас там было, ну, представь, Дальний Восток, там вот, во-первых, тепло и сыро, и все там росло на глазах, да. Вот. И, естественно, надо окашивать. Ну, Ванька, дух. Ну, и послали, значит, всех. Ну, покосили, и все, значит, косо заносили. У нас такая там типа бутовки была. Ну, там все лопаты, но не бутовка, а кладовка была такая, поселение роты. Здесь вот ружейка была, а вот здесь заходишь, вот как раз такая комнатушка была, там косо, все. Ну, вот иногда изербайджанцы у нас перебарщивали, так сказать, с воспитанием молодого, так сказать, личного состава, подзатыльник. Ну, вот у Ваньки ситуация была такая же точно, как у меня вот с этими татарами, которые там вот в шестерном-то хотели меня, так сказать, приучить к чему-то, да. И видно, ну, он раз как-то потерпел, я помню, от подзатыльника, ну, как-то так, ну, не сильно так, ну, как-то ударил, раз, два, и видно вот как раз вот этот надлом-то, или ты сломаешься, или ты загнешься, или распрямишься, то есть, ну, или сломаешься, или распрямишься, да. Вот у него, видимо, распрямление, как раз стержень-то было у него сильнее, чем вот на загиб, да. И вот, ну, один из азербайджанцев, значит, ему как-то так нехорошо, то ли в печень как-то вот ударил, вот так, ну, что, да, об душа, взял косо-то там, что-то, унес, почистил, или там что-то наточил. И ты веришь мне, вот, а я рядом стоял, я уже совершенно уродный был, то есть, ну, я за порядком, потому что я должен смотреть. Я что-то так, это был такой, прям, так, мол, нет, он взял косу, а их вот так, они в рядочек стоят, человека третий, ну, они все, вот, как-то кучка его так, да, и он взял косу, и вот так прямо косой, ну, это было, ну, я бы даже захотел его за руку сходить, не успел бы, так это все было быстро, то есть, он ему раз, вот так, он так, и вот тут коса стоит, он вот косу берет, и прямо так, и то веришь мне, там, ну, в армии-то, с патлами-то не ходят, там, хорошо, если сантиметр, и то это, против ветра бежать, волосы-то будут, да, и он прямо вот им троим, они такого небольшого ростика все были, и он прямо троим, прямо над самой макушкой, вот, вот так прямо, я-то думал, он сейчас голову ему отрежет, а косой-то отрежешь, там коса такая хорошая была, тем более, Ванька-то такой деревенский, острый, и вот так, прямо, у меня аж прямо вот, был бы я тетенькой, я, наверное, обосстался, честное слово, прямо так это все было, и он так, вот так, прямо раз, вот так косу взял и сказал, еще раз, я чуть-чуть пониже сделаю, хорошо, все, его больше никто не трогал, может быть, если бы давали нам оружие, он бы сказал бы, я вас застрелю, ну, вот, я говорю, вот так, ну, это так было молниеносно, молниеносно, его никто не трогал, вообще, больше. В Дембельской аккорте всегда были, народный-то мужик хороший, конечно, был, но все равно с горловки, такой хозяйственный хухол, да, и он сказал, ну, у всех, говорит, Дембельской аккорте есть, Володя, давай-ка ты плиточкой обложишь, старую отобьешь, и плиточкой обложишь умывальничек, можешь помочь, никуда найти, если хочешь. Я в жизни, до того момента я плитку никуда в жизни не ложил, но, ну, так положено, Дембельский аккорд должен быть, то есть, вот ты Дембельский аккорд делаешь, и все, тебе больше уже никуда не пристают, занимайся, там, так сказать, парадками, там, в общем, перед отправкой. И вот мы с Ваней обложили, ну, достаточно большую площадь, я не знаю, там, ну, может, 10, может, 20 квадратных, ну, я не знаю, метров 6 на полтора, ну, наверное, метров 15, вот, то есть, старую отбили, новые сделали, ну, и, то есть, я вечерком народ-то собрал, говорю, братцы, ну, но я никогда это не делал, хоть покажите мне, как это делать. Ну, и Ванька говорит, а я умею, товарищ сержант. Я говорю, ну, покажешь? Он говорит, да, конечно, покажу. Ну, и все, он мне показал, как это все делается, замешивается, ну, консистенция, я до сих пор вот помню, берешь раствор, так, если, вот, ты раствор замешал, то есть, даже вот сейчас покупной раствор, вот замешал раствор, берешь вот так вот, вот, вот раствор, ты ее сжимаешь, как яблоко, и вот здесь должно, как капелька выскочить, только большая, то есть, он выпрыгнуть должен. Тогда вот на такой раствор можно доложить плитку. Я вот на всю жизнь запомнил, и мы с ним буквально там три или два, ну, вот наденет, шибали, на три вот мы, раз, все сделали ротный, потому что он сказал, ведь можете, когда захочется, красиво, я говорю, ну, памятник от вас хоть, ну, тебя оставить, что ты сделал, вот и все. То есть, вот, и к нему и ротный, ну, все носились, и Ваня уже был у нас, и сварщик, и на, давайте, говорю, на этом, на эскаваторике, потом его на 66-й посадили, то есть, служба у меня прошла хорошая, а кто-то, извини за выражение, все два года ходил по роддрому, собирал эти камушки. Значит, да закон есть хороший, Наташка, она всегда говорит, в голове нет, и жопу не наковыряешь. Логично? Ну, а что нет-то? То есть, мозгов прибавляться никак. И поэтому у меня воспоминания о армии только, только самые положительные, почему-то, или ты мужик, или тебя съедят, или тебя нагнут, и ты будешь вот так ползать червяком, как это, преступление-наказание, правее там, тварь, или я дрожащий, да, или там могу что-то, да, вот, там есть, там есть возможность, причем и в теперешней в армии, и мужской коллектив. Ну, все сравнивают, армия что тюрьма, ну, я бы сказал, маленькая, все-таки свобода-то побольше, да, и выбор, выбор есть. Ну, по духу мани, естественно, хотелось кушать, и все, это все, это все проходит. Потом уже под дембель уже ничего и не кушаешь, а только настишь, настишь, ну, потому что ты двигаешься меньше. Ну, везде свой закон, и ничего не сделаешь. Вот. В заключение хотел бы вернуться к самому началу первой части этого видеорассказа и поблагодарить моего товарища Григория Шервонянца. Без него, возможно, эта встреча и не состоялась бы. Григорий, мы шлем тебе наш персональный привет. Гриша, ты не зря Михаилу дал, значит, ссылочку, чтобы посмотреть меня. Ну, во-первых, человек посмотрел на меня и узнал меня, ну, и сказал, что вроде я все правильно говорил. То есть, много людей, которые меня, вот, видят, пишут, ну, и звонят, я же никого не прячусь, у меня на видео есть кран, да, там есть на стреле номер телефона, и все знают, что я живу в деревне Бутрыльно в Владимирской области, остаюсь человеком, нисколько не меняюсь, как мне папа, честно сказать, говорил, мы такие, какие родились, просто у кого-то развиты способности, у кого-то нет. Поэтому, Гриш, ты молодец, ну, я думаю, Михаил благодарен тебе, что посмотрел эту ссылочку, а не выкинул ее, не дописал статью свою, да, антисемистскую это какое-то, да, поэтому спасибо тебе, ну, что, вот я ему дал подарки, он тебе продавал, 300 рублей наклейка, да, машина, шучу, конечно, ну, спасибо, что ты про меня, так сказать, Михаилу указал. Надеюсь, что новое интервью из цикла «Дембельский альбом» оставило у вас приятное послевкусие. Еще несколько армейских интервью находятся на этапе редактуры и монтажа. Будем и впредь стараться находить гостей, обладающих богатым жизненным опытом, стремясь охватить различные временные периоды службы. Если вы отслужили как надо в рядах советской, российской или другой армии, сохранили теплые воспоминания о том времени, не расстались с чувством юмора и хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможности прибыть в нашу студию в Москве, напишите, пожалуйста, по адресу на вашем экране. Туда же можно направлять ваши замечания, предложения и рекомендации. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклон и растущий интерес к видеопродукции Специнформа. Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok